Смешанные чувства отчаяния, злость и разочарование – только это у предпринимателей вызывает современная ситуация в регионе. Ограничительные меры, введенные с марта, только увеличивают ущерб предприятий, пострадавших отраслей. Многие организации, по своим прогнозам, просто не переживут этот экономический шторм, если краевая власть не примет меры прямо сейчас. Обещанная государственная поддержка в большинстве случаев оказалась для бизнесменов миражом. Бизнес в таком состоянии держать больше нельзя, потому что нам надо и оплачивать коммунальные услуги, которые еще остались у нас с весны. Сейчас на подходе осень. Наши сотрудники сидят без заработной платы. Те 12 тысяч рублей, которые были выплаты от президента, они получили, но это копейки. Все прекрасно понимаем. Не подходит АКВЭД, нет возможности сохранить штат, нет денег оплачивать аренду и коммунальные услуги. Ожидая реальной поддержки, предприниматели рискуют незаметно найти напротив своего предприятия запись ликвидирована. В то время, когда принятие решений касалось проведения парада без зрителей или организации голосования, молниеносности разрешительных мер можно было только удивляться. Недавно прошел парад победы, значимый для нас праздник. Сейчас идет голосование. И если мы заметили, что на параде победы присутствовало около трех тысяч человек, и все они были без масок, без перчаток, хотя у нас в регионе действует масочный режим. От себя лично делаю выводы, что этот вирус, коронавирус, он не такой и опасен. Так почему мы до сих пор находимся на первом этапе? Идут бесконечные разговоры. Светлана Лапа, объединившись с Александром Бордалеевым, встретились с бизнесменами. Средства массовой информации к беседе не допустили. По всей видимости, потому что вопросов много, а ответов нет. Министр, как всегда, отмолчался. Руководитель управления Роспотребнадзора пошутила про то, что вирус – ваш сосед. А еще делала блестящие выводы. Ну, получается, вашими молитвами, когда каждый день физического отсутствия клиентов означает новый удар. В нынешних условиях компаниям стать банкротами будет мешать только введенные правительством мораторий на банкротство. Уже через два месяца просто бизнесу будет невозможно с этими долгами. То есть бизнес будет уходить в стадию банкротства. И тогда уже на территории Забайкальского края очень многие отрасли, которые были представлены в Забайкальском крае, исчезнут. Возьмите кредит, раздайте долги, советует министр Бордалеев. Мы бы с удовольствием взяли кредит. И по 2%, который в дальнейшем списывается. Но вы нам скажите, когда нас откроют. Да, мы возьмем кредит. А если нас откроют в 2021 году, в 2022? Вот эта безызвестность, она нас пугает. Мы ничего не получили. У нас основной коэто – это розничная торговля. Хотя основная доля у нас – поступление денежных средств. Это от проката, от сдачи в аренду нежилых помещений. Сначала наши коды АКВЭТ не подходили. На сегодня, в связи с тем, что мы не смогли сохранить свою численность, свой штат специалистов, которые отработали не один год с нами в команде, уходят люди. Потому что всем нужно кормить детей. Мы не смогли удержать. И из-за этого нам было отказано в получении государственной поддержки. Понимаете, в апреле месяце, когда вот это все рухнуло, сказать сотруднику, ты не увольняйся, пожалуйста, я не знаю, как там дальше будет и что. Я возложу на себя такую вот ответственность, камень на свою шею, да, и на плечи повешу. Я не могу удержать сотрудников. Я, конечно, им скажу, вы идите на биржу устраивайтесь для того, чтобы получить хоть какую-то материальную помощь. Сейчас рассматривается возможность перехода на второй этап снятия ограничений. В ней штудируются рекомендации Роспотребнадзора. Обязательно социальная дистанция, перегородки, дезинфекция посуды, тестирование сотрудников за 2,5 тысячи на одного. Все затраты вновь на предпринимателях. Пока идут лишь обсуждения, летний сезон, а значит, рабочий для баз отдыха, заканчивается. Как и у всех предприятий нашей отрасли, мы загодя начинаем готовиться к открытию сезона. Допустим, с февраля месяца у нас были заключены договора на поставку оборудования, инвентаря там различного, кухонных принадлежностей. Строители у нас начали работать. Потом вышло постановление губернатора Забайкальского края, которое приостановило нашу деятельность. Запретили нам бронировать путевки и реализовывать их. Республика Татарстан. Разрешена работа 90% предприятий. Открыты детские сады, малокомплектные сельские школы. Разрешена торговля непродовольственными товарами. Деятельность парикмахерских. Республика Карелия. С 1 июня разрешена розничная торговля. Открыты фитнес-центры с условием заполнения не более 50%. Ленинградская область. Разрешена работа временных рынков и ярмарок. Торговых центров общепита. Строго на террасах с расстоянием между столами не менее полутора метров. И заполняемости не более 50%. Турбаз и домов отдыха в части проживания. Новгородская область. С 19 мая открыты некоторые заведения общепита и розничной торговли и салоны красоты. Кировская область. Работают рынки и непродуктовые магазины с торговой площадью не более 400 квадратных метров. Работают фитнес-центры и парикмахерские. Бурятия. Работает общепит базы отдыха. Я обращаюсь к Александру Михайловичу. Александр Михайлович, нам не надо никакой поддержки, ни финансовой, ни какой-либо другой. Разрешите нам работать. Есть у нас регламент, который разработал для нас Роспотребнадзор, конкретно для баз отдыха. Мы готовы его соблюдать. Мы закупили там все необходимые инструменты, все жидкости дезинфицирующие. Даже протестировали наш персонал. То есть мы полностью подготовились. Я не могу сказать, что государство не помогло, но я не могу сказать, что это какая-то существенная помощь для предпринимателя. Понимаете, да нам и помощь-то она не нужна. Вы нам дайте возможность работать и все. Александр Михайлович, я обращаюсь к вам как предприниматель, как представитель общественного питания и странного бизнеса. Мы просим вас сделать нам послабление, дать возможность проработать, поработать хотя бы на летних верандах, соблюдение всех мер безопасности. Уже находясь три месяца в изоляции, нам очень трудно сохранить рабочие места, коллектив. И боимся, что у нас люди уйдут. Мы обязаны им оплачивать отпускные и доработную плату. Поэтому просим вас принять такие меры. Мы просим нашего губернатора открыть общепит. Мы не работаем уже три месяца, а у нас также присутствуют кредиты немаленькие и дети. Уже работает большинство сфер. А чем мы опаснее автобуса и магазина? Александр Михайлович, Светлана Эдуардовна, мы обращаемся к вам от лица всего бизнеса Забайкальского края, малого бизнеса. Если срочно не принять меры, малый бизнес в Забайкальском крае просто погибнет. А если погибнет, хоронить придется тоже за свой счет. Тамара Ванфули, Виктор Соловьев, Николай Шунков, Анастасия Шадрина, ЗабТВ.